итак мы поспали и теперь как вы помните я собирался сделать вот в той части город в скале прорубленный вырубленный как угодно для этого нужно пройти исследовать там всю пещеру зачистить ее благополучно от всех мобов и потом приступать к постройке осветить если там необходимо это освещать данжи в общем провести разведку боем единственное еще что меня расстраивает так это то что с тем самым сейвом мой лук теперь я остался без лука бог с ним с луком я остался без стрел вот это вот более всего удручает этот камень нам не нужен шелезная кирка почти пришла в негодность возьмем 3 угля столько тоже нам не надо хватит 30 штучек еда есть пшеничную ферму я так и не сделал нитки может надо встретим скелетов и мы сможем тогда сделать лук в общем так и будет итак последние подготовки к большому путешествию лопата стальная есть еще одну стальную кирку и каменную повседневную обязательно тоже так теперь открываем инвентарь и не бог есть что ну но она мое все вперед на разведку тут когда-то был крипер крепят тебя нет уйдет ведь был я точно помню тут лазил заглядывал только мне в дом он подслушал он подслушал что я пойду в пещеру и решил подождать меня там и подло взорваться из-за угла гадский крипер твой подлый план раскрыть я иду к тебе к тебе иду немножко еще еду потому что лед сейчас он выскочит самый что тут вас не ожидал да 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 пацаны тут день вы тут себе спокойненько сидите и думаете что вообще без всяких проблем у вас собой да дудки дудки не будет вам тут спауна больше никакого никогда никогда вы не будете здесь спауниться я здесь расставлю что вы даже не думали на этом пахарке по я водичка чик 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 о боже прикольно будет тайный выход или выплат на лодку как угля всего теперь у меня 5 недостатка не будет так 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 идем обратно здесь мы все под подсветили это источник здесь тоже свечку не знаю зачем просто так пацаны больше вам тут части я тебя слышу сейчас я приду к тебе подожди чуть-чуть я так понимаю что здесь где то есть пароход ты по готово все у нас схватишь мало не покажется это не боюсь Тайничок западло. Вот ты там стоишь себе наверху, никого не трогаешь, отсюда быстренько раз, вот скелет тебя стреляет, сбивает тебя вниз. Ты падаешь, тебя съедают зомби, супер просто, куча выходов, тебя съедают зомби, в общем у них тут все отработано, все четко у пацанов. Пацан, я слышу тебя, подожди чуть-чуть, я должен подготовить, ой, во-первых, железное, во-вторых, не то что нужно. Тебе стрелечки надо сделать, чтобы... Я тебя вижу, привет, Шрек. Ты тоже меня уже видишь, да? Я рад, что ты меня видишь. Тебя как зовут? Тебя зовут... Ага, ну теперь ты умрешь. Такие штольни, кстати, с новыми объектами появились в больших количествах, раньше их тоже не особо много встречал. Не, они были, конечно, не были, но просто сейчас их огромная масса, вот так вот идешь, идешь, вроде бы пещерка такая продолговато приплюснутая, заходишь в нее, а там внизу такой, опы, и штольня до самого... Блин, почти ада. Факела-то заканчиваются. Быстро я их расходую. Потому что я не хочу, чтобы на меня потом со всех сторон перлить, ребята. И, конечно, хочу найти какие-нибудь полезные ресурсы. Ой, господи, у меня же глючик. Кошмар, что я так дернулся? Да. Тупик. Да, тупик, прекрасно. И надо еще вот тут забабахать какую-то подсветочку, чтобы к нам неожиданно не подкрались. Ого, сколько тут ресурсов. Просто супер. И, конечно же, я не пройду мимо металла. Никогда, никогда я не пройду мимо металла. Если вы тут действительно в таком избытке, то я, конечно же, запилю и железную броню. Это мне вообще будет пофиг на носок. Хотя, как и прежде, приоритетом остаются рельсы. Что я копаю угол? Я собирался аж копать железо. Железо у нас на потолке. А потолки, как известно, могут содержать очень классные сюрпризы. Например, сразу за металлом там может быть гравий. Который раз и вываливается вам на голову, когда вы его освобождаете. Убивает вас или портит вам доспехи. В общем, вы не в восторге от этого. Ну, винить остается только себя за такие глупости. Так, ну что, золотишко еще нам надо. Потому что, город-то ладно, город мы построим. Вырубим его в скале, это не проблема. Хуже мне проблема вырубить город в скале. Тем более, город это не такое сильно громкое название. А вот бустеры нам понадобятся с вами. Ой-ой-ой, как понадобятся. Выход, по-моему, такой, да? Минут 7 назад я слышал, как в одном месте за стеночкой кое-кто Том нарычал почти снаружи. Сто процентов. Где-то Том нарычащий товарищ был вот тут где-то. Здесь где-то есть еще пещерка. Да, да, вот она. Вот она. Вот она. Ку-ку. Блэээ. Да. Ладно. Ты не хочешь отсюда уйти, скелет? Подождать, сейчас я спущусь и поговорим с собой по-мужски. Ты с луком, я с мечом, ближний бой. Ага, не хочешь, да? Я понял, не хочешь. Ясно. Если ты не хочешь, чтобы было нечестно, по-моему, ты хочешь, чтобы было нечестно, по-твоему, да? Ну ладно. Ты просто снайпер, молодой боец. Оп, 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 попади в гусю, попади. Ага, да. Пофиг не на тебя, у меня есть мясо. А у тебя что есть? А у тебя ничего нет, кроме твоего вонючего лука. И вообще, что ты тут делал? Такой одинокий, маленький скелетушка, совсем сам. Ты, наверное, охранял вот этот вот ужасный проход прямо до нефира. Кстати, было бы интересно, если где-нибудь в мирах открывались проходы в нефир, вот так вот случайно. То есть где-то, бац, отсутствует камень корневой породы. Ты там, ух ты, а ну-ка, покопаю. Давай, копаешь, копаешь, бах. Красный камень из зада, только хлоп, ты попал в нефир. Нежданно-нихад, она просто падаешь. Над тобой летает куча гастов, и все. И все, путешествие в нефир закончилось. И ты на форум идешь, и всем орешь. Вот такое, а никто тебе не верит. А было бы интересно. Да, я чувствую, что стальная броня мне будет точно обеспечена. И это здорово. Вот это и здесь земельку. Ну, вроде как разветвлений много, но они все-таки тупиковые. Вот вопрос, ты где? Верти. 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 Продолжение следует...